Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу о вредителях рассады и о способах борьбы с ними. Любые изменения цвета листьев и формы листьев свидетельствуют о наличии вредителей, и если вовремя не предпринимать никаких мер борьбы, то рассада может попросту погибнуть. Из опыта могу сказать, что самый частый вредитель на рассаде это трипс. Это крайне маленькие насекомые, их размер всего лишь 1 мм, а личинки и того меньше. Распознать вредителя можно по характерным повреждениям листьев. На листьях появляются серые серебристые пятнышки. Вначале они маленькие, а потом сливаются, и в итоге рассада засыхает, погибает. Поэтому против этого вредителя нужно обязательно проводить профилактические обработки рассады и пользоваться различными биопрепаратами. Итак, какие же меры предпринять, если вы обнаружили вредители? Во-первых, можно использовать различные инсектициды. Это могут быть инсектициды химической направленности, либо биологические препараты. Из химических препаратов подходят такие препараты, как интавир, актелик, либо актора. Они крайне эффективны и помогают справиться с этим вредоносным насекомым. Из биологических препаратов можно использовать препараты фитоверм, акарин или вертимек. Они также очень эффективны от трипса. Нужно отметить, что при обработке от этого вредителя нужно обработать всю рассаду в помещении, даже внешне здоровую. И обязательно обработать домашние цветы, ведь зачастую именно они становятся источником распространения этого вредителя. Второй опасный вредитель рассады – это паутинный клещ. Данный вредитель зачастую появляется на рассаде и на комнатных цветах в помещениях, а также в теплицах. Распознать вредителя можно по характерным признакам на листьях. На них появляются белесые крапинки. Листья обесцвечиваются, желтеют и засыхают. При сильном поражении паутинным клещом появляется небольшая паутинка. И тогда нужно срочно предпринимать меры борьбы, не запускать ни в коем случае свою рассаду. Так как клещ не является насекомым, против него нужно использовать специальные акарициды. Из химических препаратов можно использовать акарицид Актелик, либо препарат Фуфанон-Нова. Они крайне эффективны от паутинного клеща и других разновидностей клещей. Из биологических препаратов можно использовать фитоверм, акарин, вертымек. Еще один очень частый вредитель на рассаде – это тля. Распознать вредителя можно, опять же, по листьям. Они скручиваются и подсыхают. На них появляется липкий, сладковатый налет – медвяная роса. Медвяная роса опасна тем, что она служит питательной средой для распространения различных грибных заболеваний, источником для питания и развития спор. Поэтому тля не только выпивает соки из растения, но также и благоприятствует развитию этих заболеваний. Но еще один важный момент – тля переносит вирусные заболевания, и поэтому может пострадать ваша рассада. А если появилось вирусное заболевание, то такую рассаду уже не вылечить, ее придется попросту выбросить. С тлей справиться довольно просто – это применение зеленого мыла. Но если вы обнаружили, что тли очень много, вся рассада облеплена этим вредителем, то, конечно же, придется применять различную химию. Например, это препарат биотлин. Он довольно эффективно справляется с тлей. Из биологических препаратов, опять же, используем фитоверм, либо искру био. Еще один вредитель рассады – это белокрылка. Этот вредитель поражает не только рассаду, но и комнатные цветы, а также растения в теплице и открытом грунте. Поэтому бороться с ним обязательно. Белокрылка выпивает соки из растения, лиси начинают увядать и подсыхать, а на них появляется жидкий налет, такой же, как при действии тли. И вот эта медвяная роса, опять же, становится источником питания и развития различных грибных заболеваний. Поэтому бороться с вредителем нужно незамедлительно. Почему же этот вредитель так часто появляется на рассаде и на комнатных цветах? Потому что в доме очень сухой воздух и очень высокая температура, а это крайне благоприятные условия для развития белокрылки. Поэтому, чтобы предотвратить распространение вот этого вредителя, уменьшите температуру в помещении. Чаще проветривайте комнату, а также установите увлажнитель воздуха. Если увлажнителя нет, можно попросту набрасывать влажное полотенце на батарею, чтобы влага испарялась и воздух был более влажный. Также с белокрылкой можно бороться с помощью химических препаратов. Использовать актелик, фуфанон, либо актару. В дополнение к обработкам можно использовать также желтые клейкие ленты. Развешивать их около рассады, и вредитель будет к ним прилипать. Из биологических препаратов могу посоветовать препарат энтолек. Этот препарат безопасен для человека, для растений и для окружающей среды. И так как рассада растет у нас в помещениях, то лучше, конечно, использовать препараты биологической направленности. Очень часто около рассады можно заметить маленьких темных мушек, которые летают над рассадой и разлетаются вообще по всей квартире. Эти мушки сами по себе безвредны, однако их личинки живут в почве и подъедают корни рассады. Это ссеориды, или как их еще называют, грибные комарики. Их личинки способны подгрызать корни молодой рассады. И рассада может увядать, засыхать и погибать. Поэтому бороться с ними все же нужно. Лучше, конечно же, не допустить распространения этого вредителя. Для этого нужно обеззараживать грунт. Заблаговременно вносить в грунт для рассады препараты на основе метаризиума и баверии. Эти препараты обеззаразят грунт, уничтожат там личинок, и ваша рассада будет развиваться и не чувствовать вот такого урона от этого вредителя. Ну а для тех, кто, конечно, хочет применять химию, то можно проливать рассаду прямо в грунт раствором препарата Актора. Он довольно эффективен против вот этих грибных комариков. Как видите, вредителей рассады очень много. И чтобы их победить, придется применять различные биопрепараты. А это требует немалых затрат. Но теперь появился новый препарат против широкого круга вредителей. Это препарат-антивредитель. Он может справиться и с паутиным клещом, и с белокрылкой, и с тлей, и с любыми другими вредителями. Не только вредителями, которые повреждают верхнюю часть рассады, но и с теми, которые живут в почве. В его составе композиция бактерии Bacillus toringiensis, а также Bavaria или Canicillum. Поэтому этот препарат так эффективен. Этот препарат можно применять как для обработки надземной части растений, так и для полива от почвенных вредителей. Готовится раствор довольно просто. Понадобится 1 чайная ложка гранул антивредителя на 3 литра воды. Все нужно размешать, настоять хотя бы пару часов и приступить к обработке почвы либо рассады. Этот препарат безвреден для человека, для окружающей среды и для будущего урожая. Поэтому при первых признаках смело берите этот препарат и используйте. Вредитель будет побежден. В заключении хочу сказать, что в целях профилактики обязательно нужно проводить обеззараживание грунта. Вносить в грунт, например, тот же метаризиум либо Bavaria. На 10 литров грунта 1 чайную ложку. Это обезопасит вас от многих почвенных вредителей. Также не забывайте о дезинфекции емкостей для рассады. Их нужно хорошенько вымыть и продезинфицировать. Например, хлоргексидина либо спиртовые растворы. И самое главное, не забывайте ни в коем случае про обработку комнатных растений. Обязательно перед посевом рассады сделайте профилактическую обработку всех комнатных растений от вредителей. По той причине, что комнатные цветы зачастую становятся источником распространения вредителей на рассаду. Ежедневно проверяйте свою рассаду. Ведь здоровая рассада – это залог здорового урожая. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин